Живе Беларусь! Живе Беларусь! Пора сказать «не!» Белорусский бунт против декрета о тунеядцах начал зреть в конце января. В феврале люди вышли на улицы. Первая массовая акция состоялась в Минске 17 февраля. Митинг и марш по улицам города стали самым многочисленным протестом в стране с декабря 2010-го, момента позапрошлых президентских выборов. Тот бунт закончился массовыми арестами и тюремными сроками. Все мои земли! В Минском шествии митинги приняли участие более 2000 человек. Во время акции, как и после нее, никого не задержали, хотя она и не была согласована с властями. Болею за молодых, которым нема куда деваться, которым нема чего есть, которые отчувают себя несвободно. Если ему нужны деньги, снимет шапку и встанет возле церкви, возле костела и просит у людей. Они нагло, подло обворовывают. И мы повинны сказать этому с декабряу «нет! Нет! И крепу нового три!» Вслед за Минском также в конце февраля акции протеста прошли в крупнейших городах страны. Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Могилеве. Люди, извините, жрать нечего уже. Экономят на всем. Да на Украине Майдан прошел, и у меня знакомые, и в Киеве везде живется лучше, только что Донбасс неправильно это сделано. Но на Украине легче живется, чем у нас здесь без войны. Вот кадры из Гомеля. В шествии и митинге на центральной площади приняли участие до 4000 человек. Люди держали плакаты «Я не тунеядец» и «Нет тунеядскому декрету». Такого в этом городе не было, кажется, с начала 90-х. Организаторы пытались получить официальное согласие власти, но безуспешно. Тем не менее, митинг все равно провели. Отказ инициатора акции сочли ограничением их права на свободу. Небывалая наглость для белорусской оппозиции. Со временем акции стали все более политизированными. На площадях стали все громче кричать «Не нет декрету, а Лукашенко уходи». Отправившись от первоначального шока и, как минимум, удивление от массовости протеста и его географии, на улицу в стране не вышел только ленивый. Власти перешли в контрнаступление. Полиция, а еще чаще просто люди в штатском, в марте принялись задерживать активистов и журналистов. За каждую поломанную жизнь, за каждого человека, которого по беззаконию забрали. Будете отвечать, вы поймите. Эта власть сойдет, вы все будете отвечать. В результате перед мартовскими протестами бунт оказался обезглавлен. Его лидеры в СИЗО. Продолжили задержание и 15 марта в очередной единый день митингов. Следующие акции намечены на 25 марта. Если видите, капот.